Всем привет! Сегодня у нас с вами очередное видео про OvenLogic и PR-ки и поговорим мы о подключении операторской панели EPP-120. Наиболее актуально ее использование в паре с теми PR-ками, у которых экрана нет, это PR-100 и PR-102. Ну а поскольку у меня под рукой таких PR-ок не оказалось, мы с вами включим фантазию и представим, что на уже знакомом вам стенде вместо PR-200 стоит, ну например, PR-102. Для нашего примера на самом деле не важно, какую именно PR-ку мы будем использовать, потому что настройка будет фактически одинаковой. Ну и давайте определимся с задачей. Предположим, у меня есть исполнительный механизм, подключенный к дискретному выходу PR-ки и я хочу включать и выключать его с помощью двух кнопок, подключенных к входам этой же PR-ки, и с помощью элементов на экране панели оператора. Для этого мне придется создать два проекта, один для PR-ки, один для панели оператора, соединить их по интерфейсу RS-485. Ну вот давайте этим и займемся. Ну и начнем мы с проекта для PR-ки. Если бы у нас было только физическое управление, то программа выглядела бы приблизительно так. Нам понадобился бы RS или SR-триггер в зависимости от того, какой приоритет в этой задаче между включением и выключением нужен. И результат работы этого SR или RS-триггера мы бы подключили к выходу PR-ки. Ну а поскольку нам надо это управление продублировать с помощью операторской панели, нам понадобится сделать PR-ку с лейв-устройством. Подробно о том, как это делается, мы уже говорили в прошлом ролике, поэтому сейчас быстренько повторим. Заходим в настройки прибора, настраиваем интерфейс RS-485, указываем номер слота, режим работы и остальные сетевые настройки. Я их оставлю без изменений по умолчанию. Указываем сетевой адрес PR-ки. Поскольку мы не будем передавать вещественные данные, галочки старшим байтом и старшим регистром вперед мы трогать не будем, да и вообще говоря PR-к у нас слейв-устройство, поэтому они ни на что не повлияют. И добавляем две переменные. Переменные мы с вами будем использовать целочисленные, несмотря на то, что команды, которые мы будем передавать, будут булевые, то есть будут либо нулём, либо единицей. Все дело в том, что PR-ка как слейв-устройство может работать с сетевыми переменными только вещественного или целочисленного типа. Ну и давайте первую переменную, которая хранится у нас в 512 регистре, назовем IPP-вкл, то есть команда с панели оператора на включение, а вторую IPP-выкл, то есть команда на выключение и лежать она будет в 513 регистре. Ну и немножко модифицируем нашу программу. Команда на включение и выключение у нас будет теперь не только с физических входов PR-ки, а еще и с сетевых переменных. Но обратите внимание, что несмотря на то, что сетевая переменная у нас целочисленная, команда, которую мы будем использовать, будет булевого типа, то есть мы на IPP-120 ее преобразуем в целое число, чтобы передать по сети, а на PR-ке мы ее из целого числа обратно преобразуем в логическую переменную и подключаем ко входу блока или. Аналогично поступим и с командой на выключение. Ну вот собственно проект для PR-ки и готов. Давайте загрузим его в прибор и перейдем к настройке IPP-120. Обратите внимание, что в редакторе программы для IPP-120 нет входных и выходных контактов. Это связано с тем, что у панели оператора просто-напросто нет собственных входов и выходов, а есть только программа и экран. Ну и давайте начнем с настройки интерфейса. Единственный имеющийся у IPP-120 интерфейс мы переведем в режим работы мастера сети. Протокол, скорость и остальные настройки оставим без изменения, они по умолчанию совпадают с теми, которые были на PR-ке. Добавим опрашиваем устройство. Адрес будет 16, но поскольку PR-ка у нас под адресом 16, галочки старшим байтом и старшим регистром вперед мы не трогаем, поскольку передаем только целые числа. Добавим две переменные для сетевого обмена. Первую назовем вкл, это переменная целочисленная и на PR-ке она лежит в регистре 512. Мы эту переменную не читаем, а только записываем и запись будем выполнять по изменению значения перемен. Точно также вторую переменную мы называем выкл, значение у нас будет целочисленное, регистр под номером 513, функции чтения нет, есть только функция записи и запись также по изменению. Еще нам понадобятся две промежуточные переменные. Назовем их вкл экран, та переменная, которую мы будем задавать с экрана, это будет булевый параметр и переменная выкл экран, также булевая. Эти булевые переменные мы с помощью блока преобразования преобразуем в целые числа и результат преобразования записываем в сетевые переменные. Поскольку значение промежуточных переменных пока еще нигде не задаются, OvenLogic показывает нам ошибку, но как только мы создадим на экране блоки ввода-вывода булевых параметров и привяжем к ним соответствующие переменные, вкл экран и выкл экран, эта ошибка пропадет. Ну и давайте отредактируем элементы ввод-вывод булевых. Текст true поставим 1, текст false 0. Для ввода команды на включение текст до напишем вкл и поставим пробел, не забывайте ставить пробел, и оставим этот элемент редактируемым, то есть его можно задавать с экрана. Таким образом при наличии команды на включение мы будем видеть текст вкл 1, а при отсутствии команды на включение, кл 0. Ну и по аналогии настроим элемент ввод-вывод для команды на выключение. Ну и тут стоит отметить одну особенность. Когда вы меняете значение параметра булевого на экране EPP120 или на экране PR200, там в общем все то же самое, вы по сути задаете туда новое значение и фиксируете этот параметр в новом значении. То есть оператор подошел, подал команду на включение и она ну как бы залипла. И для того чтобы эту команду снять, оператору надо снова отредактировать этот параметр, соответственно эту команду выключить. Это бывает не всегда удобно, потому что оператор может просто-напросто забыть отключить какую-то из команд и она будет постоянно подаваться. Поэтому мы с вами напишем небольшую программу. Ту команду, которую оператор вводит с экрана на включение, мы с вами подключим к блоку rs-trigger. Именно rs с приоритетом на выключение. Она будет этот блок запускать. Ну и соответственно, как только блок rs-trigger будет запущен, он должен продолжать включать эту же самую переменную. То есть, ну как бы переменная включает сама себя. Но помимо этого блок rs-trigger также будет запускать у нас таймер tln. Напоминаю, что это таймер с задержкой на включение. И поставлю я задержку в 3 секунды. Как только этот таймер задержку отсчитает и включит собственный выход, блок rs-trigger должен будет сброситься. То есть, я выход таймера подключаю к контакту rs-trigger. Поскольку у rs-trigger приоритет на выключение, то команда с этого таймера оказывается главнее, чем команда полученная с экрана. То есть, от переменной вкл экран. И блок rs-trigger выключается и переменную вкл экран также выключает. То есть, мы с вами получили по сути переменную с авто отключением спустя 3 секунды. Теперь оператору не нужно будет думать о том, забыл он или не забыл отключить подаваемую команду. Ну и соответственно аналогичный алгоритм мы с вами добавим для переменной выкл экран. Обратите внимание, что ovinlogic предупреждает нас о том, что обнаружены обратные или циклические связи. То есть, вот эта обратная связь от таймера к rs-trigger. В этом нет ничего страшного, с обратными связями можно и нужно работать. Просто ovinlogic предупреждает нас, чтобы мы были с ними немножко повнимательнее. Теперь этот проект мы запишем в EPP-120. Ну и давайте проверять, как оно все работает. Ну что ж, я загрузил все проекты, соединил EPP-120 с PR-кой по интерфейсу rs-485, саму PR-ку подключил к компьютеру и запустил режим онлайн-отладки. Так что где-то справа вверху вы будете видеть текущее состояние переменных на PR. Проверим, как работают кнопки. Кнопка включения включает лампочку, кнопка выключения лампочку выключает. Теперь проверим управление с панели оператора. Нажимаем кнопку sell, выбираем переменную на включение, переводим ее в состояние единицы, то есть подаем команду и нажимаем ok. Как вы видите, команда на включение успешно отправилась на PR-ку, лампочка включилась, а сама переменная на EPP-120 спустя 3 секунды сбросилась, благодаря нашему алгоритму с rs-триггером и таймером. Теперь давайте попробуем с помощью панели оператора подать команду на выключение. Ну и как вы видите, она также сработала. И давайте попробуем совместить это управление. Включим лампочку с помощью кнопки, подключенной к PR-ке, а выключим с помощью панели оператора. Ну и это, как вы видите, также работает. Ну что ж, надеюсь вы со мной согласитесь в том, что использовать PR-ку в связке с EPP-120 очень легко. Единственное, что хотелось бы отметить, так это то, что использованный в этом видео способ передачи булевых значений по сети не очень хорош. При преобразовании одного булевого значения в одно целочисленное занимается слишком много сетевой памяти PR-ки. Гораздо лучше в этом плане использовать так называемые маски, когда несколько логических значений упаковываются в одно целочисленное. Но этому мы с вами научимся в следующих роликах. А пока у меня на этом все. До новых встреч!